Всем привет, дорогие друзья, с вами Феостун, продолжаю снимать для вас главную сюжетную линию Genshin Impact, несмотря на то, что никто её не смотрит, на самом деле больше людям заходят вот такие видео, как у меня, допустим, про геомолекулы, как я собрал все, что после этого открылось, но тем не менее, раз уж начал, я чувствую за собой такую, знаете, необходимость довести это дело до какой-то точки сюжетной и там прерваться. Может, поищем кого-нибудь в гильдии Искателей Приключений? Нужно поговорить с Мисс Лань. Так, давайте, где у нас? Вот так вот-то. Тут, кстати, они, по-моему, продолжают свой диалог, даже если мы телепортируемся, да? Нет? Вроде нет, но, может быть, там и не должно было быть больше диалога. Что ты у нас вкусно пахнешь? Мисс Лань. Мисс Лань, мы хотели кое о чём вас попросить. Я уже давно не принимаю поручений, боюсь, вам придётся найти другого Искателя Приключений. Ой, мы не хотели давать вам поручения, всего лишь хотим попросить о маленькой услуге. Вы умеете делать им романтические масла? Да. Бальзамы? Неужели я похож на человека, который пользуется бальзамами? Паймон думает, что ты пахнешь потрясно. Давай рассказывай, в чём твой секрет? Наверняка это всё ароматические масла. Эмм, кажется, я и вправду пахну чем-то вкусным. Так. Точно. Должно быть, это от цветов цисинь, которые я собрала на обратном пути. Совсем забыла про них. Вот мы тебя и вычислили, мисс Лань. Любит собирать дикие цветы. Нет, нет, я его собирала в медицинских целях. Как бы то ни было, вы зря тратите время. Лучше поговорите о маслах цисинь. Это та предсказательница? Точно, она тоже пахла очень вкусно. Спасибо за помощь, мисс Лань. До встречи. Короче, у нас сейчас будет это, футболить туда-сюда по городу. Вроде здесь недалеко. Как она прикольно с копьём, с головой вниз прыгает. Эмм, чем могу вам помочь? Мы пришли, чтобы задать вам вопрос. Вы умеете делать ароматические масла? Ароматические масла? Я ими редко пользуюсь. Я... А как их делать? Я вообще никогда не интересовалась. Но я пользуюсь некоторой ароматизированной косметикой. Может быть, дело в ней. Я обычно работаю в доках, поэтому остерегаюсь парфюма как чумы. Если моряки учуют сладкий аромат, они мне прохода не дадут. Фу, какой ужас. Кстати, мне кажется, вы не слышали о домашнем парфюме In Air. In Air? Многие девушки заказывают у неё домашний парфюм. Говорят, что её духи и масло лучшие на рынке. Отлично! Это как раз то, что нам нужно. Спасибо за помощь. Так, ну и где нам её искать? Вроде здесь тоже недалече. Где-то наверху, да? Нет. Здравствуйте! Вот вы меня и нашли. Я уже долгое время жду вас. Что? Откуда вы знали, что мы придём? До меня дошли слухи о двух туристах, вынюхивающих девушку, от которой вкусно пахнет. Я очень беспокоилась, что вы так и не найдёте меня. Всё-таки я отнеслась к этому как к испытанию моей привлекательности. Вынюхивающих? Мы что, злодеи какие-то? Слухи расходятся быстро. В следующий раз не стоит привлекать к себе столько внимания. Расслабьтесь. Я знаю, зачем вы здесь. Вы ищите помощи в приготовлении ароматических масел. Какой запах предпочитаете? Ваш. Давайте так ответим. Я не пользуюсь парфюмом. Неужели тебя околдовал мой естественный запах, дорогуша? Прости, но другого такого в природе не существует. Что парфюмер не пользуется парфюмом? Отлично. Парикмахер без ножниц и сапожник без сапог. Так, о чём это вы? Я не поняла. Ну, ну-ка хватит. Эпик фейл. Просто отдай ей цветы. Сразу все три? Ну и ну. Ну, такая юная, а вкусы такие взрослые. Всё-таки слухи о тебе были правдой. Ты прям пытаешься кого-то соблазнить? Это подношение владелину камня. Можешь не обманывать меня. Если бы вы и вправду делали подношение архонтов, вам не понадобились бы сразу три сорта шелковицы. Ваше оправдание хромает на обе ноги. Джун Ли был прав. Люди забыли, как нужно правильно проводить ритуал. Да и кто я такая, чтобы осуждать тебя? Ай, Пайман опять перестала вас понимать. В общем, я готова помочь тебе, путешественница. Ты можешь быть моей помощницей, но при одном условии. Если на протяжении всего процесса приготовления масел, ты будешь думать только обо мне. Что? Ладно. Так, для начала нужно определиться с местом, где мы будем заниматься приготовлением масел. Может быть, опять вущение? Это где? Возле Манштадта? Незачем идти так далеко. Мы всего лишь хотим приготовить немного масла. Давайте найдем место поближе. Например, можно воспользоваться кухней ресторана Ванни Минь. Так, ладно, нам судя... А, погоди. У нас по-прежнему здесь. А я думал, это это, в гостинице. А это, оказывается... Ну, я думал, это в той высокой гостинице, а это где-то здесь. Я договорилась с шеф-поваром Мао. Мы можем приступать к работе. Вы готовы заставить меня трепетать? Что? В смысле, заставить меня гордиться своими помощниками? Очевидно же. Принесите мне немного воды, а я пока здесь все подготовлю. Так, и вода где-то здесь, рядышком, нет? Что надо вообще? А, вот. Этого будет достаточно. Теперь я хочу, чтобы вы добыли экстракции ткаш-шелковицы с помощью верстака. Производство масел в карне отличается от алхимии. Давай я тебя научу. Невозможно. Нежно возьми пестик в одну руку и держи ступку в другой. Вот так. Держи пестик крепко, чтобы он не выскользнул. Теперь начинай двигать им вверх и вниз. Очень важно соблюдать ритм. Продолжай до тех пор, пока не начнет выделяться жидкость. Кажется, ты все-таки умница. А теперь возьми это и попробуй сделать сама на том верстаке. Не забудь, что нужно добыть экстракт из всех трех сортов. Все три экстракта будут выглядеть одинаково, но не волнуйся, я разолью готовое масло в отдельные баночки, чтобы ты не запуталась. Слушай, какая у нас долгая подготовка к церемонии сошествия. Огонь и вода, земля и ветер. Сотворите для меня то, что я желаю. Так. Экстракт готов. Теперь приступаем к следующему этапу. Самому важному. Помещаем экстракт в воду и ставим на мелкий огонь. Ждем, пока вся вода выпарится. Нужно внимательно следить за огнем. Если температура будет слишком высокой, аромат масла пострадает. Поэтому, пожалуйста, следите за огнем. Это последний шаг. А теперь осторожно, наливая экстракт, не пролей ни капли. Вы помогаете Ир Энн приготовить ароматические масла под ее чутким руководством. Все три масла готовы. И ты, скромняга, была отличным помощником. Ты готова потратить столько сил ради своего возлюбленного? Похвально. В наши дни такое встречается все реже. Я уже говорила, что дело не в этом. Как бы то ни было, хочешь, я расскажу о каждом запахе, чтобы ты лучше понимала, какой из них для какого случая лучше подойдет. Пайман тоже хочет послушать. Первый запах сладкий, как конфеты, из детских сказок. Он очень понравится юным девам. Второй запах больше подойдет людям, разбирающимся в парфюме. Лучший выбор для девушек из богатых семей. И, наконец, третий запах. Мягкий, он очень стойкий, словно туман, запечатлевший последние лучи заката. Он понравится зрелым женщинам. Запомнила? Смотри, не перепутай. Хорошо, не стесняйся заходить в гости, если тебе понадобится еще какая-либо помощь. Ладно? Я хочу кое-что сказать тебе на прощание. Тому, кто пытается плыть на трех лодках одновременно, не совладать с равновесием. Хе-хе, заходи как-нибудь. Может быть, мне все-таки придется выбрать один запах? Если выбирать для Архонта, я бы, наверное, выбрал третий запах. Ну, там, типа, для зрелой. А, отнести к статуе Архонта? Господин Джун Ли! Ароматические масла готовы! Мы смотрели на статую и скучали господин Джун Ли. Простите, что мы так долго. А, вы смотрели. Ох, вы вернулись? Не волнуйтесь, я недолго ждал. По сравнению с тем, сколько властелин камня оберегал Ли Юе, мое ожидание лишь мгновение. Хе-хе, ну, конечно. Разве человек сможет ждать больше статуи? И то верно. Значит, говорите, вы принесли с собой ароматические масла? Да, ровно три масла. Ни одним, ни меньше. Спасибо вам обоим. Пришло время для подношений. Это запах первого масла. Мисс Ин сказала, что он сладкий, как конфета, и должен понравиться молодым девушкам. Это запах второго масла. У него элегантный аромат, который должен понравиться девушкам из богатых семей. А это запах третьего масла. Его аромат напоминает закатный туман, и он подойдет женщинам постарше. Ох, что это было? Похоже, властелину пришелся по вкусу этот аромат. Это тот, который для старых женщин, да? Это означает, что властелин камня старуха? Ха-ха-ха. Кто знает. Властелин камня принимал много обличий. Может быть, старая женщина одной из них. Жаль, что мы видели его только в форме огромного дракона. Давайте надеяться, что Ци Син в конце концов найдут убийцу. Давайте оставим эти дела властям и сосредоточимся на проведении церемонии Вознесения. Нам во что бы то ни... Так, мы закончили очередной этап подготовки к церемонии. Что дальше? Дальше я хочу, чтобы вы достали для меня колокольчик очищения. Колокольчик очищения? Сейчас колокольчик очищения оберегает моя старая знакомая Мадам Пин. Вы найдете ее дом около террасы Юй Цзин. Она знает, что нужно делать. Мы сходим, конечно, но... Разве вы не пойдете с нами? Нет, по некоторым причинам я не могу встретиться с ней. Поэтому я вынужден попросить вас оказать мне эту услугу. Ай-яй-яй. Что вы скрываете на этот раз, господин Джун Ли? Ну, там нам скажут, что? Джун Ли этот... Старый прохвост? Ну, ладно, молодой прохвост. Надо было на гору телепортироваться. Быстрее бы, наверное, спуститесь. Что это там под горой? Ничего. Мы сейчас захлебнемся. Не, пронесло. Тут есть такой момент в игре. Если у тебя нет энергии, ты в воде утопаешь. Иногда можно в луже захлебнуться. Там где-то пробегал мимо, энергии не было, случайно наступил. Все. Ну, не то, что в луже, но и слегка в глубокой воде, скажем так. Здравствуйте. Ох, вы пришли посмотреть на цветы, молодые люди. К сожалению, почти все мои глазурные лилии увяли. А почему они все увяли? В мое время люди говорили, что глазурные лилии могут понимать сердца людей. Они будут свисти и распускаться под звуки, смеха и пения. Но если рядом с ними будут часто обсуждаться сплетни и коварства, они очень быстро увянут. Значит, эти цветы могут чувствовать настроение людей в Ли-Юэ? Да, слухи о властелине камня повсюду, и они несут очень неприятную энергетику. Кто-то говорит, что это все коварная схема фату, и другие говорят, что во всем виноваты Цэйсин. Третьи вообще говорят, что страшное существо из морских глубин должно вот-вот проснуться. Эта гавань словно куча сухих веток. Одна из краей, все в огне. Простите, я знаю, что с возрастом стало много ворчать. Что вы хотели, молодые люди? Мы бы хотели одолжить колокольчик очищения. Ах, эта старая безделушка, я помню, что она у меня есть. Но совсем не могу вспомнить, где именно она лежит. Помню, когда я была молодой, мой лучший друг любил носить ее на шее. Он заметил, как я смотрю на него, и подарил его мне. Потом он сказал, что если кто-то попросит его одолжить, я ни в коем случае не должна отказать в их просьбе. За столько лет многие приходили одолжить колокольчик, но с каких-то пор люди перестали спрашивать о нем. Я уже старая, едешь и ведусь. Вам придется подождать, пока я найду этот колокольчик. Так, мы можем поискать его сами. Я депланированный специалист орда Фабониус по повеску пропавших колокольчиков. Ты правда гордишься этим, Эпик Фейл? Хорошо, детишки, не волнуйтесь. Я не могла спрятать этот колокольчик очень далеко. А вы тут рядом живете, бабуля? Рядом с террасой Юйцзинь? Наверное, это очень дорогой район. А разве такая старушка, как я, может позволить себе купить дом в этом городе? Смотрите, видите этот чайничек? Вся моя домашняя утварь помещается в нее. Вся утварь здесь? Так и колокольчик должен быть здесь. Вы имеете в виду, что у вас нет ничего, кроме колокольчика? Эй, ты чего грубишь, бабуля? И даже если это так, колокольчик наверняка стоит целое состояние. Да, бабуль? Ха-ха! Послушайте меня, детки. Колокольчик находится в этом чайнике. Если вы хотите его забрать, то загляните внутрь. Сейчас мы заглянем в чайник, а там, знаете, целый мир в чайнике. Странная какая-то, бабуля. Ну ладно, давайте дотронемся. Мне кажется, нас просто телепортируют куда-то вообще. Типа... Да, да, да. Я так и знал, ребята. Меня это... А, ты не можешь туда запрыгнуть. Но это очень похоже на то место, где мы были у адепта. Эй, блин, паук. Сожги эту. Ты что, не можешь сжечь эту фигню? Ах, блин, электрические враги. Ну, то есть, враги с иммунитетом к той магии, которую я в основном использую. Ну, хорошо, что у меня, в принципе, сам по себе, Рейзор неплохо с обычной атаки с руки навешивает. Да ё-моё, вы надоели мне атаки сбивать. Ха-ха-ха. Да. нет а там есть мост но а может быть он открылся когда я подошел надо было правда сначала барпуру врубать все летят и я вместе с ним ого эти слаймы теперь умеют какие-то лазерные преграды ставить раньше у меня такого не было но они растут кстати враги здесь вот они постоянно одни и те же то есть но как бы там ледяные слаймы электрические слаймы хили чурлы но по мере того как ты наращиваешь свой уровень они получают новые всякие способности так а вот кажется и колокольчик вы уже нашли его за ребятишками и правда не угонишься сейчас секунду как работает этот выход ох старость ну хорошо что бабушка там не забыла или не померла пока мы тут бегали ну что я надеюсь мы полностью теперь готова к церемонии сошествия шустрая молодежь вы его очень быстро нашли а вы одна из адептов да я уже очень давно не слышала чтобы ко мне так обращались я уверена что вы уже и сами догадались адепт я или нет детишки эм в общем пойман поняла то что ничего не поняла все же бабули вы отдадите нам колокольчик за просто так в смысле вам не кажется странным что мы пришли одолжить колокольчик сразу после смерти властелина камня а дурачки за все время существования гавань ли юя пережила бесчисленное количество бед и невзгод и множество адептов покинули этот мир и всегда первым делом мы проводили церемонию вознесения это важнейшая часть прощания с адептом а вот бегать по городу и ловить убийцу до проведения церемонии вознесения это какой-то шейворот на выворот теперь когда вы пришли одолжить колокольчик я поняла что некоторым мой хороший знакомый решил вернуть традицию на круги своя так почему я не должна отдавать вам колокольчик а что если он его не вернет не вернет тогда боюсь древней старушки придется их навестить все равно мы с ним давно не виделись как хотелось бы посидеть и поговорить за кружечкой чая как бы то ни было я думаю у вас куча дел раз вы занимаетесь проведением церемонии ах да пожалуйста передайте тому кто вас отправил ко мне что если найдется свободный вечерок пусть заходит ко мне на чай хоть богатство мои скудны но угостить чаем хорошего человека я точно могу себе позволить обязательно передадим бабуля не болейте ну не знаю судя по всему этот парень не очень любит пить чай с бабушками он такой я бы сам сходил но там же сейчас как начнут чаем поить да да это да блинчики готовить эти бабушки они такие их блинами не корми дай кого-нибудь накормить блинами да это и есть колокольчик очищения видно что его бережно хранили не забудьте захватить масло которое вы приготовили ранее а вы знакомы с мадам пин конечно иначе откуда мне было бы знать что колокольчик именно у нее как подозрительно но если вы не хотите сами это признавать мы не будем на вас давить кстати бабуля просила нас передать вам кое-что если найдется свободный вечерок пусть заходит ко мне на чай хоть богатства мои скудны но угостить чаем хорошего человека я точно смогу себе позволить а тебе не подходит такая интонация пойман но чайник у нее действительно славный когда подвернется удобный случай я куплю немного первосортных чайных листьев и зайду к ней в гости так понятно а что с церемонии что еще нужно подготовить далее мы должны купить несколько воздушных змеев воздушные змеи вы научите нас запускать воздушных змеев это у нас будет такой отдых нет воздушные змеи это забава для детей но в лиюе они имеют особое значение я объясню вам все после того как мы сделаем заказ да конечно все любопытнее и любопытнее на мой взгляд маленькую уже затянуто уже охота чтобы тут что-то началось церемония все тут сверкали молнии что-то происходило а мы все а мы кстати надо мне туда лететь или это где-то вообще нет это где-то рядом а мы все тут ерундой занимаемся а господин вы как раз вовремя семь воздушных змеев готовы как вы и заказывали хотите забрать их сейчас деньги забыл наверно в наши дни почти никто не заказывает воздушных змей в такой формы в былые времена к нам заходили люди самых разных профессий чтобы купить да наш господин джун ли из ритуального агентства ван шэн знаете все на свете путешествуя с ним мы узнали столько всего интересного о моде экономики драгоценностях нефрите кажется он отлично разбирается в любых темах для разговоров ли юе деньгах и правительстве но вместо этого он любит разговаривать о разной бесполезной чепухе ха ха я всегда лишь хочу поделиться с вами своими знаниями о мире соглашусь что детские игрушки очень интересные мне нравится наблюдать как резвятся дети но я имела в виду кое-что другое детям нравится качественно сделанные игрушки но знаете что искусство конструирования игрушек развивалось в течение более тысячи лет и таит в себе особый смысл я складываю воздушных змеев уже 40 с лишним лет и с особым трепетом берегу схемы воздушных змеев оставшиеся от моих предков значение форм этих семи змеев далеко не так просты как кажется на первый взгляд верно являясь украшениями церемонии вознесения эти семь воздушных змеев символизирует семерых архонтов а еще обратите внимание на змея анема архонта я специально вышла краской за границы пытаясь передать его дух свободы но со змеем гео архонта я так делать не стала ибо чтобы почтить бога контрактов надобно следовать уговору до мельчайших деталей его узор настолько древний что им украшены стены золотой палаты золотая палата что то я такое недавно слышала ну что дизайн этого змея отлично передает цикличность и постоянство характерное для электроархонта а этот узор из ветвей листьев должно передает мудрость и течение времени и все это на одном змее невероятно справедливость скользит по водной глади а война бушует словно неудержимое пламя хух хорошее аллегория на старые добрые времена на крио архонта да рука мастера творит чудеса похвала разбирающегося человека лучшая награда за труды в таком случае бабушка шань я забираю змеи с собой а что касается оплаты о нет а что касается оплаты позвольте мне заплатить за вас что тарталья ха что вы конечно нет я просто проходил мимо кажется господин джун ли ни капли не изменился когда приходит время платить другим за него он никогда не думает взглянуть на ценник или заглянуть в свой кошелек он отлично разбирается в финансах и знает все о тяжелой доле простых рабочих но не может и представить что бедность когда-нибудь постучит ему в дверь другими словами он просто не может примерить бедность на себя как он все еще не умер с голоду чайл тарталья у вас всегда припасено несколько шуток для меня и моих спутников я не вижу смысла задерживаться здесь мы купили воздушных змеев и теперь пора приступать к следующему этапу подготовки к церемонии для церемонии вознесения требуется не только украшения но и люди думаю нам удастся найти помощников у пирса кстати эпик держи немного деньжат лучше не давать господину джун ли торговаться если ты не понимаешь о чем я похоже я пропустил много чего интересного в следующий раз нужно будет найти более подходящий момент так ну ладно я надеюсь это последнее что нам нужно сделать поболтать с парой людей да чтобы они там какие помогали в каких-то приготовлениях наверное в чем заключается работа давайте посмотрим на террасе юй цинь все еще не хватает некоторых деревянных конструкций в них нет ничего особенного поэтому я не подготовил никаких особых требований быстро принеси нам 50 веток и 20 досок без проблем всего лишь 20 тысяч мора за одну хоптку как вам? договорились подожди давай поторгуемся ага если я плохо буду торговаться мне наверное нужно будет из своих доплачивать как насчет 15 тысяч а он сейчас заломит цену еще больше думаю подумайте ладно по рукам я немедленно примусь за работу я не знаю смотрите у меня всего 50 тысяч тут три точки скорее всего каждый будет спросить по 20 и в итоге нам вышло бы 60 то есть не хватает то есть если мы сбриваем с каждой сделки нам сколько нужно сэкономить я что-то сам запутался но если мы вот так даже по 5 тысяч будем это мы 15 тысяч экономим и уже типа норм ищите работников нет проблем вести учет или другую писанину ну это легкотня вот что я вам скажу 15 тысяч мора и я в деле справедливая цена давайте я не знаю хоть чуть-чуть попробуем выторговать ну тогда не будем с него прям так много сбривать ну давайте двенадцать пятьсот хм пять кристальных бочек за такие деньги хорошо я пожалуй соглашусь я вообще не знаю конечно сколько надо сбивать но сбиваю по чуть-чуть не сильно жадничаю но мне кажется если вообще не сбивать то наверное надо будет и своих доплачивать нужен рабочий на весь день на террасе нет проблем возьму 25 тысяч ничего себе как дорого а мы можем получить скидку мы же все-таки герои манштата герои манштата что-то я не слышал о таких не слышали о герое у нас не хватает денег не хватает? ну на нет и работника нет вы можете забрать плату у тарталья ну уж нет он за вас заплатит все равно нет это будет означать давайте сделаем так я возьму сейчас сколько у вас есть а потом за чашечку лотоса так уж и быть похоже у нас нет другого выбора но лотос у меня был с собой поэтому я ему наверное сразу его отдал я уже как-то подустал все диалоги читать я думаю вы заметили мне кажется мне и в начале не нужно было прям читать все там местами ну понятно да масло масло цветы цветы ребята вы закончили можете оставить лишние деньги себе ведь кто помогает фатуе на жизнь не жалуется этого не хватит чтобы нас купить когда следующий платеж ха-ха если вы поделитесь со мной кое-какой информацией я открою для вас хранилище банка северного королевства на полчаса какой информации мы ничего тебе не расскажем что ты знаешь какую-то информацию которую он хочет эпик фейл фатуе от нас может понадобиться только одно точно сеньора фатуе манштад успокойтесь ребята я не понимаю о чем говорит эпик чего вы сразу напружинились далее нам понадобится вечный ладан поищем его в хижине бубу это самая знаменитая лавка травников с вами все в порядке да все хорошо я просто говорил ребятам что они могут оставить лишние деньги себе ну что ж мне пора счастливо у нас там по-моему не вышло никаких лишних денег так что но видать если бы я торговался как черт я бы мог еще наверное что-то заработать но ладно мы не жадные мы оплатили всем за их труд как следует нет так куда нас вообще посылают давайте через телепорт эх за стойкой никого нет и атмосфера здесь какая-то странная есть тут кто-нибудь добро пожаловать а откуда этот голос мне кажется он доносится из-за стойки тогда эпик фейл поверь проверь за стойкой а я тебя прикрою у нас там работничек это у нас очень неплохой ледяной хилер насколько я знаю только мне она не выпадала вот она где такая коротенькая вот мы ее и не увидели она зомби а уж не тебе обсуждать другой и чужой рост пойман но я ведь умею летать поэтому совсем не важно какой у меня рост но ты посмотри на нее она какая-то странная еще и заговор на лбу подожди она что зомби добро пожаловать в хижину бобу меня зовут ци ци не волнуйтесь ци ци умерла однажды но адепты спасли ее поэтому она теперь зомби у вас здесь это обычное дьявола в манштадте нам бы никто не поверил дитя мое а можешь ли ты подсказать мне есть ли у вас в наличии вечный ладан а у вас есть рецепт от врача а разве для покупки вечного ладана нужен рецепт им не лечат болезни я могу продать продать лекарства только по рецепту таков приказ который ци ци отдала ци ци приказ чтобы привести труп в движение ему нужен приказ этой девочке никто ничего не приказал поэтому она отдала приказ сама себе малышка ци ци у нас к сожалению нет рецепта от врача но все же мы надеемся на твою помощь хорошо что почему она сейчас согласилась но тогда вы тоже должны помочь ци ци так будет честно продавец должен помочь покупателю разве это не достаточно честно нет девочка говорит справедливо коммерческие отношения в ли юе очень сложные и запутанные я хочу чтобы вы поднялись на горы тяньхэн и убили кокосовую козу с помощью баллисты гуйчжун что убили чем зачем баллиста гуйчжун думаю я слышал о такой баллиста гуйчжун это древний механизм который адепты установили в горах тяньхэн древнее и очень мощное орудие она охраняет руины древнего города тяньхэн и способна сразить самых ужасных чудовищ вы правда знаете все на свете господин джунди вовсе нет к примеру это кокосовая коза в первый раз о такой слышу кокосовая коза согласно легендам священное животное еще что-нибудь да кокосовая коза согласно легендам священное животное как выглядит неизвестно где воится неизвестно откуда взялась неизвестно все понятно она нам не поможет давайте сходим к баллисте может там мы найдем что-нибудь интересное кокосовая коза что это вообще за коза такая да ребят слушайте накидывают накидывают я думал там сейчас тук-тук бах трада бах все церемония призыва готова и и типа на этом конец но так много квестов такая длинная цепочка прежде чем мы наконец-то эту церемонию проведем поэтому давайте отложим уже для следующих выпусков а у меня на этом все спасибо за просмотр и до новых встреч до новых встреч